Это итоги недели в студии Николай Силков. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих семи дней. Кредитная политика, весенний призыв и отечественная Олеся. В Беларуси может появиться свой голосовой помощник. Когда? Есть имена и есть такие даты. Ветераны получают матпомощь ко дню победы. Низкий поклон им и огромное-огромное спасибо. Благодарность или поддержка? Мир, труд, созидание. В Бобруйске 1 мая стартует велопробег. Приглашаем все слои населения. Что ждет на финише? Билет во взрослую жизнь. В стране завершилась подготовка к вступительной кампании. Практика областных олимпиад распространится и на региональные вузы. На какие числа запланирован централизованный экзамен? Красота – страшная сила. Горожанок приглашают на кастинг конкурса «Мисс Беларусь». Очень важно и очень интересно, когда каждая приходит с какой-то идеей. Как стать лучшей? Демографический рекорд, королевское меню и растущее недовольство. В Польше массово увольняются сотрудники ядерного реактора. В чем причина? Сильная экономика и социальная сфера. На это должны быть направлены усилия всей вертикали власти. Президент с рабочим визитом посетил Ветковский район. По словам главы государства, по части земель с севом опоздали. Александр Лукашенко напомнил и о темпах мелиорации. Делать надо быстрее. То же самое с показателями молочно-товарных ферм. Не говоря уже о падеже скота. Ситуация пока не радует. Белорусский лидер подчеркнул, насколько важна кадровая дисциплина. Необходимо также разработать для этого нормативно-правовую базу. Не должны оставаться безнаказанными расхлябанность и бесхозяйственные отношения, в том числе к дорогостоящей технике. Вы знаете, 8 лет трактор работает. Его уже пора списывать. Вы что, с ума сошли? Я в Америке был, МТЗ, 35 лет. Этот фермер гладит этот трактор. Я много раз рассказывал. Золотой трактор. А у нас 8 лет работает. Почему? Относимся расхлябанно к технике. Не бережем ее. А это самые деньги. Поэтому было принято решение. Все старье восстановить. Где-то из двух одна пока получится. Но если вы заставите руководителя отвечать за это... Ну, ладно, рама лопнула где-то. Основная несущая. Ну, серьезная поломка. Ну, понятно, поможем, восстановим. Но ты не имеешь права без... Я помню, работал в сельском хозяйстве. Я не мог списать технику, пока мне управление сельское хозяйство райисполком не разрешит. Я не мог вывезти из состава стада. Корову не мог списать. А сейчас рынок. Полная расхлябанность. Вот и получили в Гомельской области рынок. Поэтому молодцы. Правильно. Сложную технику. Сам восстанавливаешь у себя. Один центр, два, может быть. Да и Гомсельмаш должен помогать. Тоже там центр. Он же на твоей территории. Вот эта сложная техника. МТЗ, комбайн и прочее. Селка. Менее сложная. Ты определил пять пунктов. А остальное вот это... Почва прорабатывал. В районах, в 18 районах. Система налажена правильно. И этим путем надо идти. Основные вопросы региона. Что еще нужно сделать? Рассмотрели на совещании с активом. Задачи остаются теми же. Экономика, создание достойных условий для жизни людей. Александр Лукашенко раскритиковал местные дороги и состояние мостов. Есть и нарекания к работе служб ЖКХ. Устранение недочетов, поиск и создание драйеров экономического роста. Такая глобальная задача стоит перед областью. Выгодные кредиты, комфортная дорога и современная заправка в Беларуси в ближайшие три года реконструируют и построят 32 АЗС. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси снижается ставка рефинансирования. Четвертый раз за год. Со 2 мая показатель составит 10%. Это связано с замедлением инфляции в республике до шести. По прогнозам экспертов, при отсутствии существенных шоков, Нацбанк продолжит уменьшать ключевую ставку. Что положительным образом скажется на денежно-кредитные политики в стране. В республике активизируются работы по обновлению дорог. Специалисты отремонтируют почти 2500 километров покрытия. На многих участках запланирована полная замена. Разметку выполняют с помощью современных материалов – холодных и горячих пластиков. В приоритете городские транспортные артерии с наиболее высокой интенсивностью потока. Ряды белорусской армии пополнили первые новобранцы. Всего наукомплектование в апреле-май направят около 10 тысяч человек. Это стандартная цифра для весеннего призыва. Молодые люди отправляются в соединение и воинские части, во внутренние войска, органы пограничной службы и госбезопасности. Церемония принятия военной присяги запланирована на 20 мая. В Беларуси в ближайшие три года реконструируют и построят 32 автозаправочные станции. При модернизации будет использовано новое технологическое оборудование. Оно позволит увеличить мощность объектов и количество обслуживаемого транспорта. Особенно активно планируется расширять сеть многотопливных АЗС для заправки различными видами моторного топлива и зарядки электромобилей. В стране может появиться свой голосовой помощник. Скорее всего, это будет Олеся. Над этим сейчас трудится НАН Беларуси. Не исключено, что первичную версию презентуют уже в конце года. К слову, недавно Яндекс обвинили в прослушке пользователей с помощью известной Алисы. После того, как в открытый доступ попали некоторые данные. Однако компания слухи опровергла. Мы перед ними в неоплатном долгу. Ветераны Великой Отечественной, обладатели военных наград и узники концлагерей получают единовременную материальную помощь 9 мая. Суммы от 850 до 2000 рублей. Премии свидетелям тех страшных событий выдают ежегодно. Это решение президента. 92-летний Анатолий Германов радушно принимает гостей. Поздравить труженика тыла Великой Отечественной с наступающим Днем Победы приходят представители администрации Первомайского района, Цецесиона и Белой Руси. В качестве подарка – роскошный букет и продуктовые наборы. В адрес хозяина дома звучат искренние пожелания. Сотрудник Белпочты вручает материальную помощь. Благодаря нашим ветеранам, благодаря их самоотверженному труду, это и труженики тыла, это и люди, которые были на передовой, мы сегодня имеем такую возможность жить в мирной, замечательной стране. Конечно же, низкий поклон и огромное-огромное спасибо. Большое вам спасибо за все, что вы не забываете нас. Посетили с подарками. Очень спасибо, очень доволен. Гостей из администрации Ленинского района встречает Зинаида Бестужева. 15-летней девчонкой она столкнулась с ужасами войны и в одночасье стала взрослой. Трудилась на военном заводе в Молотовске, тогда так назывался Северодвинск. Наравне с другими стояла за станком по 8 часов в день. Все для фронта, все для победы. И там военное оборудование делали, потом снаряды, военные корабли строили. Мы работали за взрослых. И по 8 часов работали, все. У нас, конечно, водили строим все время. Идем, а ребята смешные, военные идут. Мы же без формы. Благодарность от потомков 98-летняя Мария Горовцова принимается слезами на глазах. Слишком сильна в памяти победа, которую ценой миллионов жизней пришлось завоевывать ее поколению. Наравне со старшими товарищами, будучи партизаном, участвовала в боях, ходила в разведку и взрывала немецкие поезда. Воевала до самого освобождения Беларуси. После восстанавливала разрушенный город, по мере сил расчищая завалы и руины родного Бобруйска. По доброй традиции, ежегодно мы посещаем в преддверии 9 мая наших ветеранов. Это пример нашему подрастающему поколению. Это достойный пример. Благодаря им мы имеем сегодня мирное небо над головой. Мы стараемся сделать все, чтобы это мирное небо сохранить. Материальную помощь, подарки и цветы получает и Екатерина Богдан. Женщине 101. Но те страшные военные годы помнит так, как будто это было вчера. Смертельная опасность, голод и изнурительная работа. Трудилась на фронте медсестрой в госпитале. Ухаживала за ранеными в тяжелейших условиях. Сопереживала и чувствовала чужую боль, как свою. Низкий поплон нашим ветеранам. В канун праздника мы навещаем каждого ветерана. Мы благодарим за их победу. Желаем счастья, здоровья, мирного неба над головой. Спасибо, что они у нас есть. Список свидетелей войны становится все короче. В городе их осталось всего 32. Отдавая честь выжившим, мы можем прочувствовать, как неимоверно трудно ковалась победа. Ведь только у нашего поколения есть уникальная возможность услышать живую историю и сказать спасибо. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Сезон открыт. В городе 1 мая пройдет велопробег. Начало в 10.00. Маршрут «Вечный огонь». Минская, Карбышево, Бобруйская арена. Полная дистанция 7 километров. В колонии поедут и лыжероллеры. Принять участие в акции могут все желающие. День труда в стране – официальный выходной. Учитывая опыт прошлых лет, принимали и маленькие дети 4 года и пожилые до 85 лет. Поэтому приглашаем все слои населения принять участие в данном мероприятии на любых видах транспорта. Дальше по плану – насыщенная программа в парке культуры и отдыха в 11 часов. Здесь пройдет церемония награждения лучших тружеников и концерт с танцевальными номерами. Для гостей праздника будут работать выставка-ярмарка, тематические площадки от ГАИ и МЧС и, конечно, фудкорт. Последний звонок не за горами. В стране все готово к вступительной кампании. 11-ти классников ждут два централизованных экзамена 14 мая, русский или белорусский, 21-го числа, предмет на выбор. Для сдачи ЦЭП будет задействовано 144 пункта, 30 расположатся в вузах, остальные на базе школ, гимназии, лицеев и колледжей. Сертификаты и аттестаты абитуриентам вручат на выпускных вечерах. Впрочем, некоторые уже получили билет во взрослую жизнь. Особенность текущего года в том, что те, кто являются победителями областных этапов предметных олимпиад, на востребованные специальности, имеется в виду педагогические и ряд других специальностей, они в региональные вузы тоже будут поступать без дополнительных вступительных экзаменов. Кстати, с 2024 года планируется, что вот эта практика областных олимпиад распространится и на региональные вузы. С 1 июня в вузах начнется прием документов на условиях целевой подготовки. Абитуриенты сдадут один внутренний экзамен в устной или практической форме. С 14 числа стартует ЦТ. Его пройдут те, кому после сдачи ЦЭП понадобится сертификат по еще одному предмету для поступления в университет. После уже зачисление. Предусмотрено 52 200 мест, 28 400 на бюджетной основе. История Золушки. До главного события в жизни 11-ти классников остается чуть больше месяца. Самое время задуматься об образе. И если у представителей сильного пола вопросов много не возникает, этого же не скажешь про выпускниц. Здесь важна каждая деталь. От мейкапа до туфель. Как выглядеть на все 100. О беспроигрышном варианте Ольга Васенда. Выпускной – заветный день для любой девушки. Чтобы быть неотразимой, Анна Рекиш продумывает образ заранее. Выбор падает на то самое маленькое черное платье, как у Коко Шанель. Мейкап же, как у Одри Хебмерн. Куда без классических стрелок. Чтобы взгляд был более выразительным, визажист наносит спарклы, то есть блестки. Я очень довольна готовым результатом. Это просто балл на самом деле. Я очень люблю видеть себя в таком амплуа, скажем так. Прямо это очень сильно поднимает самооценку. Легкие, при этом сияющие текстуры, графичные, но тоненькие стрелки и нюдовые губы. Вот что модно в 2023-м. Макияж не должен быть тяжелым. Важно лишь подчеркнуть природную красоту. Большую роль играет даже не подбор цветовой гаммы, а ежедневный уход за лицом. В домашних условиях совсем не обязательно использовать какие-то специализированные базы. То есть качественный уход каждодневный и непосредственно перед макияжем. Если кожа склонна к жирности, то лучше выбрать что-то с матирующим эффектом. Пудра и обязательно матирующие салфетки. Кстати, напомню, очень важный момент. Матирующими салфетками мы промакиваем, а не стягиваем тон, потому что может правда размазаться, какой бы стойкий он не будет. Идеально гладкий пучок с глиттером набирает обороты. Казалось бы, но самый горячий тренд – небрежность. Естественность и легкий художественный беспорядок в вечерних образах – именно то, что в этом сезоне советуют ценители красоты. Не менее актуальны греческая коса и низкий хвост. Главное – не переборщить с лаком. Кто не успел записаться или собирается сам по каким-то причинам, то чистая голова и просто прямые волосы, потому что накрутить текстуру – это намного тяжелее, не так просто, и испортить свой внешний вид очень легко. Прическа должна подходить полностью под весь образ – платье, фигура, сережки, ну и, конечно же, форма лица, потому что прической можно что-то скрыть, а что-то подчеркнуть. Не секрет, что на выпускном каждая девушка хочет быть той самой золушкой на балу, и здесь без стильного наряда никуда. На крестную, пожалуй, рассчитывать не стоит. Самое время заглянуть в свадебный салон. В тренде платье со шлейфом, асимметрией, перьями и вырезами. Дополнить лук можно изящным клачем и туфлями на высоком каблуке, либо босоножками со шнуровкой. Предпочтение стоит отдавать нежным оттенкам. Платье в пол – выигрышный вариант для высоких девушек. Блестящая легкая ткань с глиттером в лавандовом цвете «Мастхэв-2023». Плюс в моде полуоткрытая спина с корсетной шнуровкой и пышная рукава из фатина. У парней все проще. Кажется, классика не стареет. Но на деле не все так просто. Важны детали. Сейчас в моде полуприталенный крой и многослойность. Удачным решением станет костюм «Тройка». Цветовая гамма «Бери не хочу». Костюмы у нас есть приталенных моделей и классических моделей. Расцветки тини, тет-дипломат. В зависимости, наверное, все-таки от каждого стиля. Кому что нравится. В этом сезоне актуальные модели в клетку притального силуэта. Такой костюм обойдется. Триста восемьдесят, триста пятьдесят рублей. В этом году последний звонок для девятых и одиннадцатых классов прозвенит 25 мая. Для остальных – тридцать первого. Это связано с изменениями в сдаче экзаменов. До самих выпускных вечеров остается чуть больше месяца. Минобразование рекомендует проводить их 10 июня. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Битва за корону. В Бобруйске проведут отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь». Участницам предстоит рассказать о себе, эффектно пройти дефиле в купальниках и ответить на каверзные вопросы жюри. Главные критерии – внешние параметры. Рост не ниже 172 сантиметров, под запретом татуировки и пирсинг. Семейное положение – не замужем и без детей. Возраст от 18 до 27. Очень важно и очень интересно, когда каждая приходит с какой-то идеей, хочет рассказать свою цель и реализовать ее. При помощи звания, титула и возможностей «Мисс Беларусь». Побороться за титул главной красавицы страны можно будет во Дворце искусств в среду. Начало кастинга в 12.00. Победа в конкурсе – это не просто сверкающая корона и ценный приз. Будущую королеву ждут огромная работа и большая ответственность. Ведь девушка должна стать эталоном во всех смыслах этого слова. Финал намечен на сентябрь. Предвыборная гонка, туристический бум и моментальные транзакции в Европе тестируют новую платежную систему. Станет ли она альтернативой Мастеркард? Далее громкие заголовки мировых новостей. Республиканская партия США призывает электорат голосовать против переизбрания Джо Байдена. Довести дело до конца. Под таким лозунгом политик вступает во вторую подряд для себя президентскую кампанию. При этом его кандидатура кажется вынужденной. За два года пребывания на посту в стране демократов у него так и не появилось достойного конкурента. Что не скажешь о Дональде Трампе. В предвыборной гонке опасными соперником для него могут стать бывший посол ООН Ники Хейли и губернатор Флориды Рон Ди Сантис, восходящая звезда американских правых. Индия обогнала Китай по численности населения. Разница почти в 2 миллиона 900 тысяч человек. Половина жителей моложе 30. По оценкам экспертов, это позволит державе стать самой быстро растущей крупной экономикой в мире в ближайшие годы. Пока она третья по величине в Азии. Но с демографическим ростом все острее встает вопрос организации новых рабочих мест. Уже сейчас около 800 миллионов индусов получают бесплатные продовольственные пайки от государства. В Польше может остановиться единственный ядерный реактор. Сотрудники массово увольняются из-за мизерных зарплат. Ошибка властей может привести к медицинской катастрофе. Это повлияет на диагностику многих заболеваний. Упадническое настроение царит и в армии. Служащие войска объявили о забастовке. Ее проведут перед зданием Минобороны. Профсоюзы не согласны с отказом повышать оклады для гражданских на фоне закона о существенном увеличении оплаты труда военным. В Германии и Франции до конца года начнется тестирование новой европейской платежной системы. Речь о проекте, который призван упростить моментальные переводы между личными банковскими счетами внутри еврозоны. Программу реализует компания, которую выбрали одним из официальных разработчиков инфраструктуры для перехода на цифровой евро. О будущем ресурсе уже говорят как о потенциальной альтернативе виза и мастер-кард. Туристический бизнес в Великобритании готовится к коронации Карла III. Отель, рестораны и другие достопримечательности Лондона ожидают приток туристов и предлагают путешественникам тематические программы, автобусные туры по знаковым местам и специальное королевское меню. Британские власти надеются, что поток гостей поможет экономике оправиться от двух лет локдаунов и убытков, которые вызваны массовым уровнем инфляции. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бабарусь-360 и я Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова